С начала нового учебного года студенты и школьники Ульяновской области знакомятся с успешными предпринимателями региона. Так сказать, пощупать бизнес и посмотреть на него изнутри, а главное, пообщаться с его творцами удалось благодаря запуску РОАД-шоу «Я делаю бизнес». Это специальный проект, нацеленный на популяризацию предпринимательства в регионе. Конечно, бизнес – это хорошо, но там надо честно иметь очень хорошие, развитые мозги, чтобы во всем шарить, на молодежном говорить. Так как я буду учителем, поэтому я не считаю, что для меня бизнес – это что-то такое. Это очень хорошо, это поможет в развитии региона, особенно если брать какой-то конкретный бизнес. Поэтому приехали, чтобы узнать, что это такое вообще, новое для себя что-то познать, чтобы в будущем пригодиться. Для меня это может не пригодиться, но все-таки бизнес никогда не помешает. Сегодня в Доме предпринимателя молодежь встретилась с министром экономического развития страны Максимом Орешкиным. Главная задача властей – это, конечно же, не создавать препятствия, не мешать развиваться, не мешать развиваться предпринимательской инициативой. Это слова справедливые, которые справедливы и для малых компаний, и для более крупных компаний. Также государство должно поддерживать с точки зрения инфраструктуры, и здесь развитие идет очень успешное, активное в Ульяновской области. В этот день из рук министра получили награду начинающие предприниматели. Гость ручил впервые в истории страны сертификаты признательности. Скажи спасибо предпринимателю. Еще один новый региональный проект по формированию позитивного настроя у жителей региона к сфере бизнеса. Губернаторам сформулирована была задача о том, чтобы привлечь и, знаете, сказать по-человечески спасибо каждому человеку, кто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, кто сегодня осуществляет эту деятельность, кто фактически доверил нашему деловому климату. Некоторые из них вышли из тени. Свою дозу признательности получил житель Ульяновска Максим Хрульков, который в скором времени откроет семейный бизнес. Весьма уникальный не только для региона, но и для всей страны. Вместе с женой они планируют запустить акваферму по разведению рыбы Клариуса Мраморного. Можем обеспечить свежей рыбой достаточно большие слои населения, как бы и в черте города. И рыба получается очень качественная и свежая. То есть период от вылова рыбы до потребителей, до полки в супермаркете буквально там может занимать несколько часов, там максимум сутки. За счет этого человек может вкусным питательным, свежим продуктом. Слова благодарности начинающим предпринимателям также выразил Сергей Морозов. Спасибо, что они погнались за 9 рублем, они поехали в другие регионы, более, может быть, богатые, более успешные, чем Ульяновская область, а остались здесь. Уверяю вас о том, что если у вас есть хорошо проработанный бизнес-план, мы поможем вам пройти эту такую вот долину смерти, вот этот первый период вашей, так сказать, деятельности. А в качестве подтверждения своей личной поддержки губернатор продиктовал свой номер телефона. После диалога с молодежью Максим Орешкин и Сергей Морозов встретились уже с представителями крупного бизнеса. На деловом совмещании министр экономического развития вручил свидетельство о регистрации двум новым резидентам портовой особой экономической зоны. Сейчас на территории Ульяновской ПАЭС работают 23 инвестора. С продукцией некоторой из них министр успел ознакомиться на выставке в Доме предпринимателя. Краткий экскурс гостью провел глава региона. Губернатор, к примеру, рассказал о славянской компании, которая занимается умным уличным освещением. Мы сразу с ними обсуждали вопрос о том, что, с учетом того, что у нас очень важны сегодня вопросы безопасности, контроля. Здесь идет прям сразу монтаж и системы видеонаблюдения, и системы, так сказать, там... Вай-фай, 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 вай-фай. То есть вот такое производство мы прям буквально в этом году начинаем. Председатель регионального правительства Александр Смекалин доложил министру о состоянии дел индустриального парка в Димитровграде Дипмастер. В первую очередь площадки будет готова принять резидентов уже в ноябре. Проект очень востребованный. Есть очень серьезные перспективы для роста. Как говорится, еще раз 27 тысяч квадратных метров. Мы в этом году завершаем. У нас еще запасе более 100 тысяч квадратных метров. Поэтому хотели бы попросить вас в рамках программы, на следующий год мы уже сейчас завершаем формирование заявки, поддержать нашу заявку на данный проект. Мы вот сейчас заканчиваем подготовку уже готовой версии национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Мы смотрим на тот опыт, который уже реализован в Ульяновской области. И как раз через механизм национального проекта будем распространять эти лучшие практики в целом по территории России. Ежегодно в регионе увеличивается количество предпринимателей. С начала 2018 года зарегистрировано 3000 субъектов малого и среднего бизнеса. Мы собрали с вами 35 миллиардов рублей в доходную часть областного бюджета. И это один из самых высоких темпов роста за всю историю Ульяновской области. Это больше 10%. Я кроме этого доложил министру о том, что структура доходной части бюджета стала меняться в правильной форме. И если несколько лет назад самым главным источником доходов в регионе были акцизы, то сейчас это налоговые платежи субъектов малого и среднего бизнеса. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.